English Listening Practice Аудирование на канале «Английский с Натальей Алексеевной». Часть девятая, первой главы. Несредственные слова. В середине известных слов есть фразовый глагол «go on». Мы все знаем, что «ходить» – «to go», «иди», «go». В прошедшем времени «пошёл», «went». В нашем тексте встречается «went on», «he went on». Нельзя переводить «он пошёл». «He went on» – это значит «продолжил». Почему? «Go» – это обычный глагол смысловой. «Go on» – это фразовый глагол. Особенность фразовых глаголов в том, что они имеют совершенно другой перевод, которых мы проверяем по словарю. «Go on», «иди», «go on», «продолжай», «go on reading», «продолжай читать», «go on writing», «продолжай писать». Примеры, которые нам встречались в предыдущих видеоуроках. «Look after», «look after» – это «присмотри», «look after them», «присмотри за ними». Первоначальный перевод слова «look», «to look», «как глагола», «быть похожим». Пример. «He looks like his father», «он похож на отца». Дословно «he looks», «он выглядит», «like», «как», «his father». Это некрасивый перевод, мы переведем, он похожий на своего отца. «To look at» – это уже «смотреть на». «Look for» – «искать», «look in» – «расследовать». Некоторые скажут, я знаю слово investigate, я ему буду говорить, как расследовать. Но я вам буду возражать, потому что в английской разговорной речи употребляются фразовые глаголы очень часто. И даже когда мы пишем неформальное письмо к другу, или к родственникам, или к товарищам, мы будем употреблять фразовые глаголы. Поэтому их очень важно знать. Итак, у нас встретится фразовый глагол в прошедшем времени «went on». «Went on». «Продолжу». Ещё неизвестные слова. «Signed» – «вздохнула». «Suitable» – «подходящий». «Might be suitable» – «может быть подходящим». Теперь прослушаем текст. «Эле Days» «Элено» «Может быть подходящим». «Эле ard white», «может гонышок с цarnaцкой». «ш jewe ted her». «Элены». «Eлены». «Элены». «Элены со сперб Hadareли» «ookаст 먹고 с перениму». «Бысловала» and she spoke to Marianne about it. I think that Edward loves our dear Eleanor, and that she loves him too, Mrs Dashwood told Marianne. If all goes well, your sister will be married in a few months, and she will have a home of her own. I shall miss her very much, but Edward will make her happy, I am sure. Marianne shook her head and said, I am not sure about Edward, Mama. He is very pleasant, but he is too quiet. He never says anything that is interesting or exciting. He does not like music or poetry, and he does not understand art at all. But I suppose that he might be suitable for Eleanor. She is quiet and sensible too, and she is easily pleased. I am very different from Eleanor, Mama. Marianne went on. The man whom I marry must be lively, handsome and charming. He must love art, poetry and music. He must have good manners and make me laugh. He must be able to speak well about interesting things. He must be perfect and please me in every way. Marianne sighed. I do not think that I shall ever meet a man whom I can truly love, she added sadly. Перевод текста. Eleanor and Edward were often together. Eleanor and Edward were often together. They walked in the gardens. They walked in the gardens. Rode horses in the park. Ездили на лошадях, верхом, в парке. And sat next to each other every evening. И сидели рядом друг с другом каждый вечер. Edward was not shy with Eleanor. Эдвард не был стеснительный с Eleanor. And he always had something to say to her. Обратите внимание на это предложение, где невозможно перевести дословно. Если сказать дословно, будет звучать не по-русски. He always had something to say to her. Он всегда имел что-то сказать ей. Поэтому мы выбираем не дословный перевод, а другой. И каждый человек выберет перевод согласно своей собственной лексике. Я переведу это так. Он не был молчалив с ней. Миссис Дашвуд была уверена, что они влюбились друг в друга. Она была в восторге и сказала Мариян об этом. Я думаю, что Эдвард любит нашу дорогую Элина. И она любит его тоже. Рассказала миссис Дашвуд Мариян. Если все пойдет хорошо. Если все пойдет хорошо. Обратите внимание на слова. Если все пойдет хорошо. Гоус – это настоящее время, а мы переводим в будущем, потому что это условное предложение. В условных предложениях первого типа, когда условия реальные. Например, если погода будет хорошая, если ты будешь умничкой, если я тебя накажу и так далее. Это реальные условия в этих предложениях. Мы эту часть предложения, которая называется предаточным предложением, выражаем в английском языке при помощи настоящего времени. Презинцемпл, которое называется и для слов он, она, употребляется окончание с или и с. Поэтому звучит If all goes well. Если все пройдет хорошо. Переводим в будущем временем. Твоя сестра выйдет замуж через несколько месяцев. И у нее будет свой собственный дом. Я буду скучать очень за ней. But Edward will make her happy, I am sure. Но Edward сделает ее счастливой. Я уверена. Marianne shook her head and said, Marianne покачала головой и сказала, I am not sure about Edward, Mama. Я не уверена насчет Эдварда, Mama. He is very pleasant. Он очень приятный. But he is too quiet. Он слишком тихий. He never says anything that is interesting or exciting.